Вознесение пророка Иссы к Аллаху Верует, что после смерти пророк Иса, воскреснув, вознесся на небо, тогда как в исламе это положение несколько отличается. В Коране нет ни единого слова, указывающего на смерть пророка Иссы во время казни. Во всех аятах, описывающих смерть пророков, использованы два слова – каталя или же мелк, тогда как только в отношении пророка Иссы употреблено слово таватфа – вознести, забрать душу. Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, которые не уверовали до дня воскресенья. Слово, употребленное в этих аятах и переводимое в турецких смыслах как «убиение», происходит от слова таватфа, означающего, однако, не убиение, а забирание, вознесение души. К примеру, в другом аяте, где употреблено слово таватфа, упоминается не о смерти, а о состоянии сна человека. Он – тот, кто упокоивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем, потом Он оживляет вас, чтобы завершить назначенный срок, потом к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле. Обратите внимание, в этом аяте и в 55-м аяте суры Али-Имрам, слово, переведенное как «упокоить», одно и то же – таватфа. То есть в аяте ясно сообщается, что пророк Иса не умер и не был распят, но был вознесен ко Всевышнему Господу. И сказал Аллах Исе, «О Иса, я упокою тебя, Он тот, кто упокоивает вас ночью». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok